Всем привет! Еще раз. У нас по-прежнему сегодня 15 марта, пятница. Это часть 2 сегодняшнего дня. Мы сейчас вызвали такси и собрались ехать в Сочи парк. Так как у нас уже наладилась погода, мы так думаем, ветерок есть, но дождя нет. И небо расходится уже почти голубое. Видите, как красиво. Так что мы едем в Сочи парк кататься на аттракционах и, конечно же, возьмем вас с собой. Я надеюсь, вы не против. Я сегодня заколола свои волосы, потому что вчера я имела неосторожность поехать без крабиков. А ветер, и я была вся лохматая. А сегодня на аттракционах тем более будет ветер. По независимым однам причинам. И чтобы я не совсем была лохматая, я закололась крабиками. Сегодня, кстати, у нас такси подороже. 220. Ой, нет, 270, да? Сегодня такси 270 до Сочи парка. Вчера мы за 150 рублей ехали. А сегодня подороже. Леша написал в WhatsApp в Сочи парк. Узнал, работают они сегодня или нет. И все ли работают аттракционы. Нам ответили, ну, точнее, Леша ответили в WhatsApp, что парочка там не работает. Идет подготовка после дождя. А вот. А так вообще практически все работает. Вот наше такси приехало. А вот все работает. Но могут быть изменения в связи с погодными условиями. Надеемся, что будет все хорошо. Садимся в такси и едем. Ну, мы уже приехали на такси. Такой разговорчивый хороший водитель. Хотела ему пятерку поставить. У меня чуть зависло приложение. Попозже тогда. Может быть, на лавочке где-то буду сидеть. Обязательно поставлю. Я всегда водителям ставлю пятерки. Ну, это и понятно, а не мои коллеги. Поехали на искусство китайцы. Так что, можно снимать, пытаясь на водку здесь. Нет, спасибо. Куда нам надо было, мы приехали. Здесь тоже есть фотобудка. И тоже 100 рублей, как у нас в городе. Ну что, достанешь билеты? Только не вытряхни, пожалуйста. Там чеки на Красную Поляну. Вот смотри, с краю ничего не бери. В самый зад лезь. Да, потому что спереди там чеки на Красную Поляну. Да, смотри, не выскочили чеки. Хорошо, все закрыл. Вот такие вот у нас билетики. Два. Сейчас мы пойдем в кассу и узнаем, что с ними делать. Ну, слава богу, хоть полугодка наладилась. Я прям немножечко даже расстраивалась. Думаю, отдали почти 4 тысячи. Деньги выброшены на ветер. Вот, идем сейчас в кассу, узнаем, что там, как там. И тогда подключимся к вам. Так, через металл и шатер прошли. Теперь. Ребята, вот здесь лямочка не перевернулась. Здравствуйте, ваш билетик, пожалуйста. А нету у нас билетиков. Вы нас не пустите? У нас билетик, к сожалению, не по билетикам задать. Не по очереди на линии, пожалуйста. Ваш первый, прошу, проходите, пожалуйста. Выстолкаете? Прикинь, нам делают фотографию на этой штуке. Как здесь красиво! Красиво! Ой, ну прям рай для детишек. Почему, когда моя Леночка маленькая была, здесь такого не было? Ну прям рай вообще. Доченька, почему тебя с нами нет? Сейчас бы я тебя на аттракциончиках покатала бы. Лена в детстве очень любила аттракционы. Очень. И вообще не боялась аттракционов никаких. Даже мне иногда было страшно, а она надо мной смеялась. Представляете? Такая вот здесь красота. Ой! Буду на гоупрошку снимать на аттракционах. А то телефон у меня точно вылетит. Ну, хотя я вам это говорила уже вчера. Но вчера я так и не покаталась ни на чем. Портал в сказку. Сувенирная лавка. Леш, ты снимаешь? Я сразу вспоминаю, где хоть наша маленькая Леночка, да? Ага. Сейчас бы мы ее покатали бы тут. Доча, мы без тебя скучаем. Волшебная комната. Интерактивная комната. Игроморье. Очень интересно. Такие вот красивые домики. Все разноцветное, яркое. Так классно. Впереди кафе, волшебный сад. Леш, где здесь это? Американские горки. Вот на этой мы тоже поедем. Да? Ой, там еще кто-то ногами был дыхает. Слушай, американские горки прям с краю были. А попали в парк. И я уже не могу найти их. А, вот они. Это нет. Это, наверное, планка на столе. А там у нас тут вот эти вот ловки. Ну, я и на тех, и на тех хочу покататься. Игроморье. Вот такой красивый домик. Сейчас узнаем. А тебе в WhatsApp не про него писали? Какие-то на обслуживания. Работы. У меня море эмоций. Вы представьте, не можете. Я вот на эре фиолетовой штуке хочу покататься. Она очень страшная, но я все равно хочу. Ну, пойдем, что ли, на желтую сначала тогда, то до фиолетовой никогда идти не можем. Вот такая вот у нас желтая штука. Мы сейчас на ней будем кататься. Ну, вылечить дальше, вылечить так, что делать, да? Ой, 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 слушайте, как страшно-то. Ой, выпустите меня отсюда. Можно я выйду? Я думаю, что на мою сиденье в поле, по-моему, погодили, вы любите. Блин, я думала, это не страшно. Я тоже думала, это не страшно. На самом деле, это очень страшно. Я тебе покажу, как это мне страшно. Как вот тут маленькими детьми пускают? Я не понимаю. Они смелее тебя. Нас сфотографировали. Там камера висит, вспышка прям в лицо была. С нашими этими испуганными лицами? Да. И все, что ли? Да, все. Все, да? Да. Ну, может, подременье, да? И еще. В общем, снимать на камеру не разрешают. Но я все равно взяла с собой гоупрошку и снимала. А когда вышла... Ладно, потом вам расскажу. А то есть, тут чуть-чуть. А когда вышла, то молодой человек сказал, я сделаю вид, что я ничего не видел, но в следующий раз буду сильно ругаться. Я говорю, ну, ладно, спасибо. В общем, не разрешают на аттракционах снимать. Если только камера закреплена на руку, на грудь, на что-нибудь, а у меня она на штативе, на штативе нельзя. Вот, и рюкзак с собой брать тоже нельзя, его надо оставлять. Вот такой вот у нас аттракцион был. Сейчас я вам покажу. Вот такой. Но не особо страшно. Все нормально. Ну, я так повизжала чуть-чуть, конечно, но не особо страшно. Мы хотим вот на этом покататься. Называется квантовый скачок. Но, по ходу дела, он не работает. А мне очень хочется. Конечно, страшно невозможно, но покататься очень хочется. Но Лёше в отцапе писали, что он не работает. А там Мариум. А там Мариум. А здесь Петерия Чаполина. Аппараты здесь стоят со снеками. Тут прям космонавт какой-то серьезный сидит. А, это космическое питание. А, космическое питание? Ничего ж все. О, дочка наша звонит. Вот такой фонтанчик здесь. А вот еще что-то, глянь, переворачивает. Так жарко. Вообще мы одели куртки, чтобы с капюшоном были. У нас лучи дождя. А сейчас распогодилось. Солнышко яркое вообще светит. И нам жарко, конечно, в куртках очень. Вот, пойдем с Лёшей вот на эту штуку. На этой штуке точно снимать не разрешат. Да я и сама не рискну. Глянь-ка, ногами, да? Как я буду снимать? Я и не на той штуке снимала. Не знаю, что снимала. А, ага. Ну что, на эту сначала пойдем? Не, я на эту штуку не пойдем. Не хочешь? Боишься? Лёша говорит, на эту штуку не пойду. У меня слабый. Это стилюлярный аппарат. Ты видел вечный двигатель? Нет. Ну вот он, вечный двигатель. Видишь? Это все это называется? Нет, это схема вечного двигателя. В целом есть вечный двигатель. А, да, ресторан тоже вечный двигатель. Ага. Здесь так все красиво. Ну, все. Очень чисто. Еще раз повторюсь. Я не знаю, где люди находят грязь, который мне пишет в комментариях, что грязно, очень грязно везде. Я не вижу здесь ничего грязного. А вот очень чисто, очень ухоженно, все подстрижено, все помыто, подметено, почищено. Я бы сказала, что здесь вообще супер. Везде, где мы бы не были в Адлере, везде очень ухоженно, чисто, красиво. Так что, знаете, что я вам хочу сказать? Есть такой анекдот. Когда свекровь или там, ну, когда свекровь приходит и проверяет по люку у невестки. И пальцем водит такая по полке. Вот, это что? Там по другой полке водит пальцем. Вот, это что? А невестка ей говорит, свинья везде грязь найдет. Так же это. Я не вижу ничего грязного. А на эту пойдешь? Да, можно. Ну, пойдем на эту хотя бы. Водные аттракционы сегодня не работают. Нам в WhatsApp писали. Вот, морская царевна. Сувенирная лавка. Буян. Буян. Ведутся магические работы. Кабинка для переодевания. То есть, тут прям вот намокают. Кабинка для сушки. Очень много фотозон везде. Везде есть места, где можно деток фотографировать. Очень интересно. Блин, какая фотозона красивая. А вот, наверное, водный аттракцион как раз. Но водные аттракционы сегодня не работают. Так, мы вот идем вот на этот аттракцион. Там, если нам разрешат поснимать, то мы, конечно, поснимаем. Если нет, значит, не обессудьте. Я вам потом расскажу свои эмоции. За себя. Ну что, вы готовы полетать? Ура! Ну, как-то совсем не так. Давайте так. Голову прижимаем. Голову здесь не менее прижимаем. Кто переживает, может ножками поползать. Раз в парке. Это совсем не страшно. Вам понравится. Ну что, теперь готовы? Смотрим, как катаются другие. Ну, мы с вами скоро полетим. Еще чуть-чуть. Мы с вами с вами полетим. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Добавил DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. это ничего не сказать я кричала так что мама не горюй но когда поднимаешься на самый верх это 65 метров нам сказали там открывается такой красивый вид на сочи слева у нас море впереди нас город сочи все очень красиво единственное что снимать не разрешают только в том случае если было пушка у меня на руке или на груди у меня такого крепления нет и я бы его обязательно бы купила и сабана продавалась здесь на территории я спрашивала у девчонок они сказали нет на территории у них продается очень жалко конечно так бы я возможно выпуск малого а возможно даже и нет потому что страшно очень второй раз прокатилась нет свободное падение ты не чувствуешь вообще не сиденья не это укрепление просто летишь как это свободном полете так я подбросили и когда я вышла с кресла сразу стала на ноги и они у меня такие были неустойчивые я и матом там кричала да да я говорила дать я выйду я не было очень страшно 55 метров будешь было очень страшно лёша очень понравилось мне тоже понравилось но при этом не было очень страшно а сейчас мы пойдем вон на эту цепочку покатаешься вот на этом почему там где они идут и аркуты ну пойду, но кататься не буду я укачу на обеде это не аркута ну как-то же она в комнате крутится я лучше вот на такой штуке еще раз покажу, что я на этой ну ладно, посмотрим покатаемся, не покатаемся мне везде не хочется идти одной, скучно ладно, в любом случае мы вам все покажем и расскажем мы вот на этой штуке хотим сейчас прокатиться мы в цепочку не пойдем, потому что у нас в Орле есть цепочка а вот на этой штуке, это американские горки наверное называется мы хотим прокатиться не знаю, разрешат мне снимать, нет? наверное нет, здесь нигде не разрешают снимать, кстати а он называется Змейгорыноч, кстати не знаю нет, Змейгорыноч это вот он смотри, это там внутри что-то и какое расстояние ты готова? да, но снимать точно не буду, а эту камеру мы ранила от крика, от страха, от виска но покататься покатаюсь, да а то зять скажет, что у него теща очкушница пойдем мы тоже, но снимать ничего не буду вы и так поняли, что здесь везде все страшно нет, здесь есть конечно и детские аттракционы но мы туда не ходим, мы по взрослым ходим мы не фотографируем, снимаем на видео снимай позже не надо на видео значит, что я вам могу сказать повторить однозначно этот аттракцион я не повторю удивительно, как я вообще не потеряла цепочку, ботинки цепочка у меня вообще вокруг головы моталась я боялась, что она не соскочит Леша все время боялся, что он выскочит я была с закрытыми глазами фото нам сейчас не дали посмотреть поснимать, но мы посмотрели в общем, я была вот так я все время говорила, спаси, сохрани меня, Господи про себя угнула голову вниз и у меня были закрыты глаза от страха было страшно жесть когда я оттуда вышла выходила я оттуда очень долго ну и практически я не могла выйти, можно так сказать сейчас мы первым делом, конечно же, пойдем за водичкой нам надо немножечко передохнуть потому что Леша говорит, да ну нахрен этот парк мы уже не рады, что мы сюда пришли в общем, очень страшно и, наверное, слово Богу, что тот фиолетовый аттракцион не работает я думаю, он гораздо страшнее да, кстати, после этого аттракциона мы стали больше любить жизнь да, после этого аттракциона мы больше любим и ценим свою жизнь у нас есть дочь, у нас есть зять, нам есть ради кого жить поэтому, даже если фиолетовый аттракцион заработает, я на него точно не пойду ну пойдем на детские машины, как раз тот желтый первый самый наш аттракцион это просто детский аттракцион совсем детский эмоции меня переполняют мне очень страшно причем до сих пор и я вообще не... вот честно сказать я не могу даже понять, как я решилась на этот аттракцион что меня хоть сподвигло на него залезть я вообще не понимаю, чем я думала взрослая женщина не понимает, чем я думала надо в жизни все попробовать, да, нет? конечно ты наркотики пробовал? нет на что ты это говоришь? нет, ну адреналия все должно быть в меру нет, нет, однозначно я и на этот аттракцион больше не пойду и на похожие тоже и если фиолетовый заработает я однозначно не пойду сейчас мы пойдем искать воду мне надо срочно пить я очень хочу пить я такого страха натерпелась я очень хочу пить надо срочно или поэтому и по признакам себя мы конечно поснимать не смогли но сейчас я вам поснимаю других людей и может быть вы поймете какие мы сейчас испытали эмоции а 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 теперь я вам расскажу свое мнение об этом аттракционе предлагаю лёше идти на эту цепочку мне кажется она не страшная но лёша отказывается говорит я не могу по кругу то и дело кататься меня сразу укачивает а я без него не хочу ну ладно она у нас в орле есть не страшно о 20 минут на лавке сидела после этих горок американских но они не американские горки называются он по-моему дракон что называется а змей горыныч мне даже на него страшно смотреть теперь я даже сочувствую тем людям которые сейчас пойдут на него кататься ой доченька я наверное нашла а нет хотят сказать я нашла тебя аттракцион на котором можно было покататься ой здесь так люди кричат мне их так жалко это ужас ой слава богу у нас это уже позади а вот на это не пойдем что-то никого нет может она не работает вот смотри здесь никого нет они люди стоят ждут наверно еще кого-нибудь пойдем а мы присоединимся не знаю сейчас посмотрим что это такое не знаете это страшная штука не страшно а то я что-то после американских горок уже никуда не могу пока тут народ собирается смотрите тут гиацинты они так сильно пахнут просто обалдеть я не пойму думаю чем-то так вкусно пахнет а это клумбочки тут лёша в общем отказался на ней кататься потому что она половина по кругу в одну сторону половина по кругу в другую сторону он боится что его качает он не может по кругу кататься ну ладно я вам тогда покажу как это выглядит со стороны он 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 ну у ultimi он кто-то здесь совсем плохо народ собирается только три по мамам и четыре кресла заordece Ну, я имею в виду таких тройниковых. Может быть, мне интересно, раз так плохо народ собирается. Кстати, у нас погода вообще шикарная. Небо чистое, голубое, солнце яркое. Люди в футболках. А я куртку с собой ношу в руках, потому что очень жарко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует... Продолжение следует...